Здравствуйте, в эфире программа «Вне игры» и я ее ведущий Никита Климахин. Сегодня у нас в гостях Константин Буткаев. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Начнем с викторины, с небольшой, так разогревочной. Первый вопрос. С каким счетом закончился первый матч «Суперсерии» 1972 года? 4-7. Победа у канадца. Правильный ответ. 7-3. Сборная СССР одержала победу. И в ту сторону, маленький. Второй ответ. Что выберите? Хоккей на открытом льду или на закрытом? Развернуто можно отвечать. Да. У каждого вида есть свои плюсы и минусы. Если кататься на открытом льду, твой организм осыщается кислородом, и ты лучше потом отдыхаешь. Но я бы выбил закрытый лед, потому что мы на нем катаемся круглый год. Хорошо. Как называется команда школы номер 63? Команда называется «Ураган». Правильный ответ. В каком городе была основана любительская ассоциация? Любительская ассоциация? Да. В Омске? Нет, в Монреаль. В Монреаль? Да. Кому принадлежит фирма «Клюшек Заряд»? Данил Зарипов. Правильный ответ. Назовите самую популярную фирму формы хоккеистов. Ну, их несколько. Бауэр ЦЦН. Варьер. Правильный ответ. Бауэр ЦЦН. То есть неправильный ответ. Сколько примерно школ, где есть массовый хоккей? Школ 29, а всего объектов 32. Какая сборная является самой титулованной? Сборная? Да. По какому виду спорта? По хоккей. Слушай, ну я Узбекистан, думаю. Не, на самом деле это шутка. Ну, Чехословакия, наверное, или СССР. Правильный ответ. Сборная Канады. Канада. Ну, это банально было. Сколько лет Яромиру Ягру? Слушай, ну, 1972 года, 51 год, по-моему. Правильный ответ. И последний вопрос. С каким счетом закончился первый матч на G-Drive Arena? Со счетом 2-1 в овертайме победу одержал. Генникул Павангард. Над Сибирью. Правильный ответ. Береглазов и в овертайме, не помню, кто забил. Гуша. Гуша, наверное. Да. Ну, перейдем тогда к вопросам. Первый вопрос. Какая у вас была цель и мечта в детстве? Ну, изначально я, наверное, хотел стать врачом. Не космонавтом. Хотел стать врачом, хирургом. Не знаю почему. Ну, потом в один прекрасный момент увидел хоккейный матч. И их захотелось стать хоккеистом. Но этого вовы тоже не получилось. Вот я и не врач, и не хоккеист. А как увидели хоккей? Может быть, кто-то привел там из родителей? Нет, это все элементарно было. С мамой лежал. Смотрели. Еще телевизор у нас такой кварц был там. Каналы вот так переключались на кнопочках. Играл авангард нефтехимик, ВСК Кабленова. Он сейчас рассказывал, а уж мурашки бегут. Воспоминания я маме еще говорю. Говорю, ты что, ходят по улице, мужиков собирают и в хоккей просят сыграть? А я выходил с ребятами у подъезда играл. Она говорит, нет, это надо заниматься. Я говорю, я хочу. И вот меня отвели потом буквально через полгода, наверное. Ну, набор начался с 91-го года. И меня отвели. Сейчас какова ваша профессиональная цель? И что вы будете делать для ее достижения? Профессиональная цель? Да. То есть касательно моей работы? Да. Но моя самая основная цель – это как можно больше ребятишек привлечь к спорту. Пусть это будет не хоккей. Да, пусть это будет любой вид спорта. Но хочется их вытащить от гаджетов, от телевизоров, чтобы они занимались спортом, вели здоровый образ жизни. Они как бы были здоровыми, крепкими, образованы. В любом случае, любой спорт, он дисциплинирует, он дает крепкое здоровье. Будь то хоккей. Да, естественно, я бы всем сказал хоккей, потому что я сам его люблю больше, чем любой вид спорта. Но предпочтение можно отдать любому. Кто был вашим кумиром в детстве? Вот когда вы увидели первый раз в хоккее, может быть, запомнился кто-то и на кого-то выравнялись дальше? Марио Люмья нравился. И Игорь Лорионов. Какими там игровыми моментами, может быть, или… Ну, всегда нравится комбинационный хоккей смотреть. Когда люди в пас играют, не жадничают. Да, вот сейчас как Володя Ткачев играет у нас в команде, да, мастеров. То есть не сторонник хоккея, а бей-беги, а именно комбинационный пас, открылся, бросок, гол. А как считаете, вот, ребят, которые занимаются массовым хоккеем, как вот им объяснить, что такой хоккей именно является лучшим, чем просто бей-беги? Да нет, тут маленько нельзя сравнивать эти массовые хоккеи с профессиональным хоккеем. Я же еще раз говорю, что это оздоровление для детей, те, которые занимаются на коробках, да, это в академии ребята занимаются, там, по программе. Да, для массового хоккея есть своя программа, но она адаптирована именно под массовый хоккей. И объяснять им, какой хоккей лучше, бей-беги, или же комбинационный, да, но я считаю, это неправильно. Для этих детей уже победа, что они туда пришли и что начали заниматься. То есть, ну, есть такие ребята, кто еще плохо катается, ну, как он будет понимать комбинационный? Вот как получается, вот он дворовый, только на территории школы под присмотром специалистов. Вот, поэтому я бы не стал этого делать. Могли ли вы ожидать, что займете пост начальника по развитию массового хоккея? Нет. Не мог. А как вот это вообще получилось, может быть, расскажете? Ну, это получилось очень спонтанно. Я до этого работал на газотурбинной электростанции, инженером автоматизированных систем управления, технологическими процессами. И работал по 15 дней вахтами, 15 дней находился в Омске, 15 дней находился на работе без семьи, без детей. И в один прекрасный дождливый летний день я находился в отпуске. Это было 10 июня, по-моему. А седьмой я защитил магистрскую диссертацию. То есть помимо политеха я сначала закончил Омский государственный технический университет по нефтяной специальности и поступил в магистратуру в Сибирске физкультурно. Я защитил диссертацию и поехал в дождливый день кататься на велосипедах с другом со своим, в детстве, с которым вместе играли. И навстречу ко мне идет Евгений Александрович Кроноух, мой первый тренер. Тогда он был директором академии, уже являлся. И предложил мне такую должность, на что я сначала подумал, и подумал, что вообще какая-то ерунда. Он, да нет, показал мне, я приехал на следующий день к нему в кабинет, он мне все это показал. И порекомендовал меня пройти собеседование коллегам из «Газпромнефти». После я прошел удачно собеседование и приступил к работе. Вы видите много ребят, которые приходят заниматься массовым хоккеем. Можете ли вы определить, у кого большой потенциал, а кто не сможет, например, добиться каких-то целей? Да нет, этих мальчишек действительно видно, к сожалению, так как я не являюсь тренером по массовому хоккею, но все равно посещаю тренировки и смотрю. Потенциал у ребят виден именно в желании. Да, у него не получается, он падает, но он встает, стиснул зубы и вперед, вперед, вперед. Вот эти ребята, они аж подкупают очень сильно. Да, поэтому потенциал у них есть у всех. Но я еще раз повторюсь, какой? Быть здоровым, быть в коллективе, потенциально стать профессиальным хоккеистом. Он есть у всех, кто занимается в академии, допустим, но я считаю, на профессиональный уровень, если с возраста выйдет 2-3 человека, то уже победа, успех. Я имею в виду в КХЛ, НХЛ. Немного отойдем от работы. Как отвлекаетесь вообще? Может быть, есть какое-нибудь хобби у вас? Слушай, я люблю в машине ковыряться очень сильно. Да, и... Наверное, как и все, PlayStation люблю играть. Футбол. Но это что касается досуга проводимого дома, да. Ну, а так с ребятами мы любим на рыбалку съездить. Ну, естественно, еще люблю дачу и шашлык. Очень сильно. О, кстати, нет, хобби у меня готовить. Но только в казане на костре. Вот. Я вот сейчас уже жду майские праздники, чтобы поехать на дачу, расчехлить свою печечку. Ну, и что-нибудь посмотрю на ютубчики там и приготовлю. Мы уже затрагивали в викторине вопрос по поводу школ. Каким образом они выбирались? Первым делом это желание администрации школы, да, в лице директора, в лице там заведующего хозяйством, заинтересованность. То есть их... Второй у нас критерий был это геолокация, да, именно где будет расположена коробка. Чтобы не получилось так, у нас уже есть объект, а через дом будет еще один объект. От этого мы потеряем плотность детей. Это второй момент. И третий момент вообще техническая возможность ее там устроить, смонтировать, сконструировать. Да, бывает есть площадь, но проходят какие-то коммуникации под грунтом. И уже нельзя размещать там спортивную площадку. Вот, отталкиваясь от этих трех принципов, мы находили нужный вариант. Насколько часто проходят турниры между командами школы и как это важно для ребят? Ну, в любом занятии, да, в спортивном, пусть у нас оно не является спортивным, да, а как оздоровительным, но все равно тяжело же просто тренироваться всегда. Для чего ты это делаешь? Должен какой-то быть соревновательный момент. И имея у нас три группы, да, первый и второй, учеников первых и вторых классов, третьих, четвертых, пятых, шестых, мы на каждой коробке по три команды закрутили гладкий чемпионат, где у нас было четыре дивизиона и две конференции, да, которые по два дивизиона входят. Они играют по круговой системе между собой в один круг каждые выходные. И потом начинается плей-офф. В плей-офф выходят также все восемь команд, то есть восемь с каждого дивизиона. Опять же, для чего это сделано? Нет, вы там скажете, да, что нет спортивной составляющей в регулярном чемпионате. Но у нас, я еще раз повторюсь, она нам не нужна. Да, поэтому мы преследуем цель, чтобы все дети как можно дольше поиграли. Они сыграли первый раунд до двух побед, даже не до двух побед. Мы делаем в этом году, сделали систему, как по принципу Лиги чемпионов, лучшая из двух. Ну, только если в случае одинаково забитых голов мы пробивали буллит, так маленько в хоккей уже. И те команды, которые после двух игр вылетели, они для себя, и мы еще играли Кубок Надежды, чтобы вот у нас, слава богу, в регионе по сравнению с другими, довольно-таки продолжительный период наличия льда. Но когда уже сезон подходит к концу, хочется побольше детям дать покататься на льду, потому что впереди лето, и они просто замучаются на этой земле тренироваться. Хотя летом мы также и во флорбол играем, и во футбол. Ну, то есть есть вот этот, не спортивная составляющая, да, а вот немножко соревнований, чуть-чуть, ну, как в формате фестиваля. А вот команда, которая занимает первое место, обыгрывает всех, какие призы получают ребята? Ребята награждаются кубками и медалями. То есть команда награжается кубком, да, за первое, второе, третье место кубок, и медали индивидуально каждому. К сожалению, нет номинации у нас, но я думаю, все-таки мы к ним и не придем. За лучшего вратаря, лучшего защитника, нападающего. Очень много матчей, то есть по 16 там матчей в день только в одной возрастной группе, да, то есть это большое количество игроков, большое количество заявок, и нет того человека, кто бы следил действительно, да, там, что бы ввел эту статистику. Физически нет этого человека. А так это было бы интересно, посмотреть, как прогрессирует. Вот он пришел в первый год обучения, да, и на третий год обучения в пятом-шестом классе, чего он, как он рос. Это было бы здорово отследить. Но, увы, мы физически этого сделать не можем. Я застал турнир, который проходил в Академии Авангард. Тоже ребята играли. Есть ли в планах что-нибудь еще такое? Да, мы планируем с Евгением Владимировичем ХЦМ провести вот этот был фестиваль «Семья Ястреба» для учеников первого-второго класса. Сейчас в процессе организации у нас турнир для пятых-шестых классов. И планируем сделать такого рода мастер-класс, мастер-шоу а-ля «Матч всех звезд», да, для учеников третьих-четвертых классов, чтобы каждая группа ребятишек, пусть они лучшие, да, пусть выборочно, но они были у нас задействованы хоть как-то. Соберем по 2-3 человека с каждой команды, как бы, ну, и сделаем как таковую сбору дивизионов. Как для вас выглядит идеальная тренировка для ребят, которые занимаются массовым хоккеем? Идеальная? Да. Идеальная тренировка для ребят, которые занимаются массовым хоккеем, для меня выглядит, состоит из разминки, обучению технике катания и игры. То есть они туда приходят играть. Хоккей – это игра. Я, наверное, думаю, вот 3 этого достаточно для массового хоккея, чтобы уже у ребенка горели глаза, и он рос над собой. А вот упражнения, которые даются на катание, я ездил к ребятам, которые занимаются массовым хоккеем, мы проводили мастер-класс, и мы только там поняли на коробке, что ребятам нельзя долго стоять. Они, каждый должен именно находиться в движении. И вот эти упражнения на катание, как они вообще, я просто не представляю себе, как они выглядят. То есть как ребята катаются, и у них, получается, вообще пауз нет, и они все задействованы. Но пауза у них в движении. То есть ты выпрямился, расслабился, но ты все равно как бы катишь. И они просто катятся по кругу, в середине тренер показывает упражнение, они какое-то время его выполняют, оп, пауза. Но они всегда в движении. Опять же, ты на свежем воздухе, тебе легче дышится, но при этом с нашим климатом ты можешь замерзнуть. Да, ножки могут у них замерзнуть у детей. И ты пойдешь греться в нашу модульную раздевалку, и тем самым потеряешь время от тренировки. Ну, это все у ребят, у тренеров приходит с опытом, с годами. Как бы кто-то подумает, что это не нужно. То есть массовый хоккей это так, а когда углубляется, понимает, что это большое дело. На самом деле. Правильно я понимаю, что тренера тоже проходят обучение, да? Как правильно работать с ребятами? Естественно, тренеры проходят обучение. Научно-методический отдел постоянно привлекает их. Научно-методический отдел Академии привлекает их к курсам повышения квалификации. Совместно с тренерами ИДУ США и Академии. То есть это полноценные тренеры, только начинающие, но в данный момент они находятся в массовом хоккей. Но при этом у каждого есть шанс, и если есть желание, выбраться, попасть, так сказать, сначала в ДХЦ, а потом в Академию, ну и превратиться в большого тренера. Как влияет на ребят то, что к ним приезжают более старшие воспитанники Академии или известные ее личности? Слушай, очень нравится. Очень нравится детям. В восторге пищат родители, директоры школ. Остраиваются только те, кто далеко находится. Вот, я не знаю, был ты, нет, на 147-й гимназии. Это вот была, наверное, самая дальняя поездка с Академией. А еще есть школы и на Московке, на Моторной, там 108-я школа. И как бы далеко туда не едут, потому что с точки зрения логистики, да, с Академией час туда, час обратно, и час там, это три часа. Вот, хотелось бы, конечно, и те школы. Эти школы уже, которые рядом с Академией, рядом с Ареной, уже все видели. Они постоянно на слуху, а надо другие посещать школы. А и так, естественно, все с восторгом. Как развиваются школы массового хоккея и какие их основные проблемы? Ну, в плане развития такой интересный вопрос. Развития нет у нас. У нас есть цель, да, развитие именно с точки зрения охвата спортивных площадок. Это один вопрос, да, что тут зависит все от финансирования. Если оно есть, у нас есть уже и опыт, и желание для этого. Но, опять же, все упирается в финансовую составляющую. И единственное развитие – это увеличить этот объем. Ой, увеличить охват коробок, да, площадок. Вот, а вторая часть вопроса. Какие основные проблемы? Проблем? Ну, в первый год проблемы были с заливкой льда. Устранялись. Я, наверное, на сегодняшний день самая основная проблема – это из-за тренировок рвется сетка рабица. То есть проблема после зимы начинается, они все всплывают. Но это хорошо с другой стороны. Потому что если бы сетка порвалась, значит, на ней что-то происходило, на этой коробке, значит, ее не просто подошли и порвали, порезали. А, значит, там шли занятия, значит, коробка жила зиму. Ну, и как бы, да, да не проблема даже эта, это рабочий момент, я бы даже назвал. Ну, какие-то такие проблемы бывают. Родители звонят там на фестивале, что кто-то подставил старших ребят. Это самая главная моя проблема. Я с этим бьюсь, с тренерами разговариваю. Наверное, это самая основная моя проблема. Ну, тяжело пока продвигаемся в этом направлении. Брать не буду. Но мы все равно к чему-то придем. А я застал тоже тренировку, вот, урагана команды. И там, я так понял, то, что ребята, которые занимаются в ДХЦ, в Вангаре, тоже пощайте тренировки. Вот, смотри, вот проводим фестиваль еще раз, да, к которому вернулся. В старших, старшим ребятам я не разрешаю привлекать. Ну, пятый, шестой класс я не разрешаю привлекать. И по положению это для спортшкольников. Участие. Ни Кожевникова, ни, да, вторые команды у нас, да, там, ни ДИС США, ни Академия. А в мелких, ну, вот, начиная там, первый, второй класс, третий, четвертый, я допускаю троих игроков допускать на игры. Объясню, почему. То есть, вот эти ребятишки, которые пришли просто, да, на массовый хоккей, не занимаются в школе, а эти более прогрессивные ребята. И они вот будут за ними тянуться. И вот, Вера, возвращаясь к проблеме, к моей, всегда идут споры у родителей. Кто спортшкольник? Три, четыре, пять. Какой-то тренер три поставил, какой-то четыре. И начинаются вот эти споры и проблемы. Тренерам как-то тяжело решить этот момент. Хотя это элементарно решается, ты просто не ставь больше трех, и все. Вы наблюдаете за тренировками школ? Вот, ребята приходят заниматься. Какие эмоции вы ощущаете в этот момент? В первое время, говорю, да, когда устроился в девятнадцатом году в хоккейный клуб на должность, я относился как-то к этому вообще максимально лояльно. Ну, как бы, потому что сам привык, не понимал еще, что я вообще, куда я попал и что я делаю. И, ну, казалось, да, занимаются, занимаются что-то дворовой. И все там, главное, организовать им все, главное, все красиво сделать, главное, чтобы там коробка, никто не убился, не пришив, все. Были такие понимания. А вот когда уже проработал, опять мурашки побежали. Когда проработал, и видишь вот эти горящие глаза у них зимой, холодно. Я приезжал на урок смотреть, и говоришь им, ребят, холодно, а на улице двадцать градусов. А они просятся, я говорю, вы зачем вывели по Санпину, там у нас есть градация, да, и в какую погоду можно вводить, не ниже какой. Ну, у детей глаза горят, и я им говорю, вы не замерзли? Нет. И вот, ну, вот от этого эмоцию, кайф такой получаешь. И понимаешь, что делаешь большое дело. Посмотрите, сколько сейчас девочек привлечено хоккеем. Как они завлечены, да, и ездят, и болеют, и занимаются. Там две команды у нас, там, Ракета, да, Омская Ракета, и старшая, не помню, как называется, команда. То есть, ну, хоккей в Омске начал популяризированный такой спидспорт, остался. И сейчас я понимаю, что это не просто так все было. Ну, и последний вопрос. Что вы можете пожелать ребятам, вот, которые приходят на урок хоккей, и которые занимаются массовым хоккеем? Я бы им пожелал, самое главное, продолжать туда ходить. Потому что, еще раз повторюсь, что это победа, если ты уже туда пришел. То есть, ты не сидишь в телефоне, не смотришь телевизор, Ютуб. Да, это тоже должно быть. Мы живем в 21 веке. И телефонный, и телевизор, и интернет. Это мы без этого никуда не денемся. Но должно быть все в меру. Но я бы хотел им пожелать не сдаваться. Самое главное, продолжать заниматься, и у них обязательно все получится. В эфире была программа «Вне игры». Сегодня с нами был Константин Буткаев. Всем пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok